Так, что до меня? Я готов благовествовать вам, находящимся в Риме. Я должен иудеям, еленам, варварам, мудрым и невеждам. Вот какой был должник. И рассчитался он или нет? А сегодня должника ни одного нигде нет. Я беру на сегодняшний день, как дело обстоит. Мы так привыкли, у нас такой порядок, торговли нет. А я кое-что слышу. Сегодня мне звонит одна из прихожанок Никольского собора в городе Барнавуде. Мы не знаем, что делать, настоять или нет, а видимо тогда томились, и епископ не утверждает. Идет торговля, шум, посторонние люди, причащаются кто попал, то есть все те вопросы, которые мы поднимали. Я говорю, а почему мне звоните? А потому что мы знаем, что у вас этого ничего нет. Как из этого выйти? Как пойти к епископу? Дайте нам ваш устав. Я говорю, сначала внутри надо созреть. Сколько человек для этого нужно? Один. Второй найдется. Один. И ты, и Господь, вот уже будет двое. Мы с Богом начинали всегда это дело. Да они не будут слушать. А это я не знаю. А вот архиерей он не примет. Я тоже не знаю. У нас все было, что вы говорите. А потом все стало по-другому. Какой способ? Один молитва. Я просто не знаю другого способа. Значит, где-то что-то идет, что-то слышат, что-то видят, и находятся живые души, которые начинают тревожиться, что вот этим душам должны... У нас проповеди ни одной нет. Она прям стонет. Я начинаю ей объяснять, она опять... Знаете, у нас проповеди никто не проповедует. Почему проповеди нет? Павел был должен. Это, понимаете, большой храм. Он самый, можно сказать, известный в городе теперь стоит, на проспекте, на главном, открыто все. А никто не знает об этих душах, которые это мясо. Будет день, когда будет подведена черта. Долги отдавайте. Это не просто долг. Это семя, от которого могли бы родиться души. И Павел говорит, что я готов благовествовать. Сегодня не готовы благовествовать. Видите, наше состояние сегодняшнее такое, что послания Павла не нужны совсем. А зачем? У нас же мощи есть. И вы знаете, сколько в храмах мощей сейчас? Более, чем от ста человек. Эта эпидемия началась, новая. Враг смеется над людьми. Господь сказал, оставьте мертвецам хоронить. Но не сказал, чтобы живые резали мертвых. Ну, ты даже не придумаешь. Кто с мертвецами возится, это не живой человек. И Господь знал, что мертвые будут хоронить. Но что теперь будут доставать, как из-под спуда, и будут... Это вообще нигде нету. Это совершенно новая вера. И поэтому так они лютуют. Значит, усилить напор. Молитвы, благовестия. Представьте, вы должны, мы все должны гордую Барнаулу. Мы должны окрестностям Барнаула. Невеждам, пьяницам, коммунистам, демократам. Мы всем должны. Почему? А нам Бог так открыл. И Павел говорит, я готов благовествовать. Я-то ведь, повторяю, не толкователь Писания. Я хочу научить слова понимать. Вот он говорит, я готов. А что значит слово готов? Ну, в таком понимании человеческом понятно. Пошел на работу, ну я готов, пошел. А благовествовать готов-то или нет? И Павел оповещает из такой дали. Сидит в тюрьме и пишет, я готов. Он постоянно был готов к смерти и готов к благовествованию. Благовествование приводило его к смерти. Смерть возводила его ко Христу. Он в этом кругу крутился. Он постоянно думал об этом. Ну, конечно, тогда мир не так был широк. Это Ближний Восток, Рим, Испания. Но уже британские острова были захвачены римлянами. Никакой Америки речи не было. А мы должны теперь и индейцы, и мы... Вот католический монах здесь был, Роман. Он поехал в Канаду и теперь там проповедует. На Аляске. Папа понимает это. Те, которые создали самую страшную инквизицию в мире. И они сегодня это понимают. У нас это никак не доходит все еще. И вот это Павлова слово мы должны применить к себе. Это я готов или не готов. Я учу вас тому, чтобы слова научились понять. Больше я ничему не учу. В другом месте слово понимается. Опять Бог призывает готовность. Итак, будьте готовы. Не знаете, в какой час придет Господин. Люди понимают. Готов, будь готов. Вы знаете, как пионеров. Всегда готов. А к чему ты готов, хулиган? К преступлениям. А мы должны быть готовы к благовествованию, к жизни во Христе. В любой момент. Нас Господь позвал. И Он нас выводит на широкое поприще. Вы знаете, кто в прошлое воскресенье у нас здесь был. Готовы мы нет поучаствовать в просвещении целой нации. А ведь годы идут. Мы видим все новое и новое. И нас Господь возьмем на ту высоту сегодня, с кем мы можем сообщать, куда средства отдать, которые у нас не было. Здесь был директор библейского общества в воскресенье. Они весьма удивились, увидев все, показали им. И что собрали столько денег. Я ведь речь веду о чем? Помолитесь об этом. Я прошу Бога, чтобы нам образовать фонд помощи постоянно, чтобы помаленьку накапливалось именно для этого. А когда не будет хватать, тогда можно снова кассу о половине. Это нам право дается. Новые души. И мы конкретно увидели этих людей, меценатов из Америки приехали, им более 70 лет, видимо, муж с женой. И они стараются из такой дали, приехали сюда. А мы рядом своим, приходящим в храм, и не дадим Слово Божие. Даже никаких слов нет. Рядом свой народ. Главное это русский народ не знает. Алтайцы тут маленький народ. Русский народ Евангелия не знают. Послание к Епсианам, 6 глава, 15 стих. Павел говорит, как надо приготовиться. Притом не выходя из храма сейчас. Начинаете готовиться. Итак, обувь ноги в готовность благовествовать мир, ближним и дальним. Ноги, проверьте у себя, как готовы или нет. И это не обувь нужна для этого только. А внутри готовность. И незримо появляется обувь, притом не истираемая. А сколько радости, когда Господь награждает. Одна душа внезапно приходит. Одна душа, и она оправдает всю твою жизнь. В книге Исход, 34, 2 читаем. И будь готов к утру, и зайди утром на гору Синай, чтобы предстать передо мной, говорит Господь. И Бог дал две скрижали. Значит, быть готовым к принятию Слова Божия. Я нашел, где надо готовность. Готовность благовествовать. Готовность зайти на гору. То есть на возвышенные мысли. Рассуждение о высшем. И Бог нас две скрижали. Ну, сегодня у нас два завета. Видите, оно все так и сходится. Ветхозаветнее было прообразно новозаветным. Приготовь себя. Не просто так. Время есть, я открою. Ну, слышу, надо считать Библию. Приоткрою. Готовься в ней найти ответ на все, что сегодня волнует людей. Люди в разброде, в государстве, везде. Они не знают, куда идти. А мы абсолютно точно знаем. Будет последний день на земле. Будет суть Божия. Не комета упадет на землю. Прольется огонь. Мы знаем, что правитель какой будет. Это все смута, выборы. Это все закончится. Никто не будет спрашивать. Незапно объявить. Сегодня воцарился в Иерусалиме. Его имя будет названо три с половиной года. И мы будем знать, что он еврей. Из колена будет данного. Этого ничего нет, а мы уже знаем все. Сколько же нам Бог дает. И мы должны быть готовы к этому. Не ратовать за то, чего нет в Священном Писании. Вот готовность принять Слово Божие. Псалмопевец Давидс. Псалм 109.3 говорит так. Народ готов во благоволение святыню. Значит, мы готовиться, должны жить святой жизнью. Самое драгоценное, что у нас есть Христос. И наша вера вся основана на Христе. Сегодня люди ищут святость, чем угодно. Вот сейчас все союзный крестный ход идет больше года. И пишут под созвездием Богородицы крестный ход. Выдумка, мистификация, мифотворчество, что угодно. И везде новое и новое. Край пояса Богородицы пишут, несут, нашли. В другом месте молочный зуб царевича Алексея подарили. Язычество самое настоящее дикое шаманство. Святейшей вере вашей с назиданием, говорит Иуда. Вот что святейшее. Поневоле вспомнишь слова профессора. Он говорит, отними у людей Евангелие, и на место его будет зияющая смертельная рана, которую ничем не прикрыть. Никаких мощей не хватит. Святейшая вера ваша. Эта святейшая вера дается от благовествования, от готовности нам нести эту святейшую веру распространять. Во всем Новом Завете это слово один раз встречается. А люди ищут святости в чем угодно. Почему? Они не знают самой главной святости. Святости в вере во Христа Иисуса. А иначе зачем бы они это и сказали? На этом поприще представь, кому ты должен. Вот посчитай. Это не одному человеку варварам. Варвары это люди необразованные, грубые. И я им должен не соседу одному, а во всем мире. Я должен невеждам, римлянам, еленам, образованным. Это целым нациям я должен и должен. И никогда из этого долга не выйду. И Павел говорит, ничем не будьте даже, кроме взаимной любви. А то по любви только делается. Прошла неделя, я все еще под впечатлением приезда этих людей. О чем я мечтал всю жизнь, Бог в конце жизни мою исполнил. Я соприкоснулся с теми, которые для нового народа, который никогда не имел Евангелия. Некоторые пытаются доказать мне, что а мы Слово Божие любим. Любите. Проверьте себя. Есть целое общество, которое за 300 лет даже попытки не сделали сделать Евангелие доступным для тех, где они живут. Я вот смело сегодня встречаюсь, допустим, у меня разговор был на этой неделе со старобрядцами. Вы любите, я говорю, Слово Божие. И действительно любите, хотите доказать. Вы живете среди бурят. Сколько лет там живете? 300 лет. Хорошо. А среди тувинцев? Ну, примерно столько же лет. И за 300 лет вы хоть одно слово перевели им или нет? Одну страничку? Нет. А где же это любовь? Ну, вы же живете там. Вы говорите, это наша родина, там епархия и прочее. Почему не переводите? А за это время люди, которые в других странах живут, уже переводы сделаны почти на 2000 языков, едут в джунгли. Есть нации, такие национальности, где не больше тысячи человек всего лишь. Они этот язык изучают, составляют азбуку и им переводят, а не потому что должниками себя считают. Моя счастливая нация. Мне рассказ однажды услышался такой, как разбился корабль. Ну, и в стане этих дикарей, не одетых, оказался капитан. И потом смотрят, а они молятся. И молятся, и у них крест стоит. И они кланятся ему. А он атеист, и он засмеялся над ними. Я думал, хоть здесь я увижу люди, которые свободны от религиозного мрака. И вдруг с ним заговорил один по-английски. Он говорит, вы благодарите Бога, 10 лет назад корабль разбился здесь. И были люди, которые нам рассказали, что мы неправильно молимся. Сегодня бы мы вас всех изжарили на костре 10 лет назад, если было. Мы с вершин смотрели, где кто проплывает, где чтобы к нам подбило поближе. Мы всех съедали, мы людоеды. А теперь мы Бога знаем. Нам открыл один человек, что есть Христос, спаситель мира, который умер за нас, живущий далеко на островах. Вот что нужно сказать. Наша страна исчезла бы, как бы не христиане. Единственное, что еще держит, то, что есть люди, любящие Бога. Экклесиас 4,17. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Ибо они не думают, что худо делают. Значит, готовность к слушанию. Вот мы себя проверяем. Значит, готовность к благовествованию, готовность к Слову Божию. Заметьте, все в одном и том же. Притом я ничего здесь, ни одного слова не добавляю. Я поясняю слово готовность. И оно конкретно меня, слово заговорило со мной и говорит, будь готов к слышанию. Ты идешь и уже думаешь, Господи, а что ты мне сегодня скажешь? Я ведь всю неделю готовлю это. Возвращаюсь снова, не упустил ничего. Читаю материалы какие-то. Господи, а как сделать, чтобы оно более доступно было? Ведь это Слово Божие. Это глубина глубин. Это высота высот, ничего выше нет. Как я смогу донести это? Да очень просто. Открывай Библию и читай. Идешь, приготовь сердце мое к слушанию. А жертвовать это просто. Все жертвы. Вот у нас есть где жертвовать. Как сегодня удивляются. А торговлю? У нас ничего этого нет. Да мы слышали. А не слышали, оказывается. Я говорю, у нас за 7 минут полное молчание, готовимся к молитве. Слышу печальный голос. Мы и про это слышали. Но нам ничего этого нельзя сделать. Нас никто не слушает. Мы не знаем, с чего начать. Тоска захлестывает людей, которые пробуждаются. А ты думай так, я нахожусь среди дикарей. Вообрази. И от меня зависит, к вечеру меня сидят они или нет. Дать им скорее понятие о Христе, о Суде Божьем, о Вечности, о Любви Божьей. И ты останешься жив. И кто за тобой придет, будет жив. Вы, когда люди говорят, любят Слово Божие, скажите, а как ты его распространяешь? А что ты сделал для того, чтобы другие узнали? Мы сегодня конкретно вошли в труд перевода на алтайский язык. Просто вошли. И хотим на этом закрепиться. Может и не принимать участие. У нас все это добровольно. Но я считаю, высшего этого дела вообще ничего на земле нет. Почему апостолу Павлу Бог дал только одно? Говорит, пошлю тебя далеко к язычникам. Вот один наказ был. И Петр это знал. Мы сами не можем пойти. Посоучаствуем в этом. Евангелие от Луки, 12.47. Рак же тот, который знал волю Господина Своего и не был готов, и не делал, по воле его бит будет много. Был не готов, поясняю это слово. Значит, нужно быть готовым к встрече. Что Господь позовет по имени и сразу ответил, вот я. А почему так? Ну, Самуила, когда позвал Господь, даже Самуил, Самуил, а он не знал, что отвечать. А тогда ему ответил, научил его. Или, когда еще услышишь, то скажи, слушает раб твой, говори Господи. Вот как надо отвечать. И Господь нас будет искать на том месте, на котором он поставил. Это тоже надо молитву включить. Господи, а где ты меня будешь искать? То, что я делал, это мой талант или нет? Ты меня в алтаре будешь искать? На клиросе искать? Или ухаживай за больными? Кто ухаживает за больными, это тоже поприще. Он не мог прийти. У него послушание такое. Но он должен это понимать. И не печалиться. Я не могу прийти. Ничего в этом особенного нет. Бог тебя благословил. Ухаживай за больными, за матерью, за дочерью, за сыном. Второе послание к Коринфянам 12.14. Вот в третий раз я готов идти к вам. Коринфянам. Готов. И далее поясняет. Прийти с полным благовествованием. Принести новое. Люди, я думаю, готовили вопросы. Павел идет. Передавали из уст в уста. У тебя какие вопросы? У меня много вопросов. У нас есть вопросы или нет? Открывай 14 посланий. К нам Павел пришел сегодня. У тебя вопросы есть? Ты, женщина, не знаешь, как в семье себя вести. Открывай апостола Петра. Петр в гости пришел. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Сара называла господином. Мы вчера на занятиях это говорили. Они сегодня с нами. Ты говоришь, спасение в крови Христа. Иоанн зовет в гости тебя. Посчитай. Он говорит, если имеете общение друг с другом. А если ты как медведь далек, не на занятия, не в церковь не идешь, ничего дальше-то нет. Зачем ты берешь третью часть предложения? Первое. Если ходим во свете, как он, имеем общение друг с другом, тогда кровь Христа омывает от всякого греха. Не надо отрывать. Не надо нарушать строй мысли апостола Иоанна. Третья книга Езры 7.65. Говорит, он щедр, ибо готов давать понадобности. И оказывается, готов Господь. А мы только должны сказать, я нуждаюсь в этом. Раб твой готов принять, что ты пошлешь. Видите, он нам что рассказал этот человек. Как бедно жил. Одна морковка на день, это от Господа. И когда разбогател, говорит, он пришел, и это от Господа. Нужно научиться за все славить Бога. Никогда не думай, что в моей жизни вот это случилось, просто посещение обстоятельств. Я просил. Никаких обстоятельств нет. Случаи вообще отбрось. Никакой судьбы нет. Слово благовествовать встречается в Библии 107 раз. И из них в Новом Завете 100 раз. Ну ясно, где? 100 раз благовествовать. А когда слово благовествовать, и идите на благовестие, звучало в России. Призыв к народу. Я отвечаю, абсолютно точно знай, никогда. А почему? А такую веру получили. Ведь уже здесь тысячи лет это весь так и не прозвучало. Идите по всему миру, идите по Барнаулу, идите по окрестностям, по селам, везде. И он нам рассказывал, где? На севере, на крайнем севере. У тунгусов у этих, у которого пола нет. Ничего на мерзлом. И они туда везут, а они не православные. Как это будет перед Богом? Они делают то, что вся православная церковь не делает. Учат людей, заботятся распространять Евангелие. Православные машинами Евангелие не везли на стадион. Это все сектанты, еретики. Православные получали, в храм тащили, тушен сценили, и сразу начали продавать. Бесплатные. Вот какой позор. Это все над нами. Потому что мы-то православные. Мы не скажем, а я не такой. Не такой. Господь делает не таким. Матфея 11.5. Здесь говорит, Павел, я готов благовествовать. Еще несколько мест. Кто благовествует? Кто имеет право? Говорят, а кто вам дал право? А вас епископ благословил, чтобы вы говорили? Посмотрим, кто благословляет. И говорит, нищие благовествуют. Христос говорит, если спросят, что? Ты ответишь, что нищие благовествуют. Иоанн, идите, скажите. Ну, нищие что это? Были апостолы или кто? Они ходят и благовествуют. Лука 3.18. Мы привыкли, что Иоанн обличал Ирода. А Иоанн много говорил, кроме того, что обличал Ирода. Я спрашиваю, а о чем Иоанн благовествовал? Да он и не благовествовал, он только сказал, приготовьте путь Господу. Совсем не так. Вот место, которое говорит, что Иоанн много другого благовествовал народу. Много. Это просто не записано нигде. Иоанн был прекрасный проповедник. Он много благовествовал народу. Его имя называют. Его имя носишь. Ну, знает Иоанн Купал обливать. Вот это он знает. Это изышество. А сказали бы, сегодня рождение Иоанна Крестителя. 7 июля. Давайте-ка пойдем всем на благовествия. Потому что он-то был благовестник. Лука 4, 18. Дух Господень на мне. Он послал меня благовествовать. Только в деяниях апостолов слово благовествовать 14 раз встречается. У нас в России оно ни разу не прозвучало. Дух на Господень. Без Духа Господня нельзя спастись. А в чем он выражается? А вот на мне, Господь говорит, ты послал благовествовать. Я ничего не до слова здесь не добавляю. Просто прочитай и скажи, Дух Господний, священник благословляет и Дух Господний на вас. Ну, раз благословил, ты еще не веришь в это благословение. Да ты скажи, только в дождаться конца службы я уже пойду благовествовать. Я в дело притворю это благословение священническое. Но ведь нигде этого нет. В деяниях апостолов 5.42. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Значит, по всем домам. Они собирались, говорили. Ну, как бы нам собрать? Я говорю, иди в магазин, открытый локом третий том. Повторите, где есть, мы сейчас туда и вьем. Вот какой ответ сегодня получил. Люди истомились, они готовы только дать. Книги лежат, ждут. Я сказал, сейчас их еще не пришел. Когда они узнают. И там ничего не надо придумывать. Евангелие от Марка разбирается, чтобы все участвовали, спрашивали. Когда заканчивает, проходит. Все, но Евангелие от Марка. Люди выходят совершенно другие. Мы что, в начале сколько? Три месяца назад. Мы как будто три месяца назад, мы друг друга не знали. А теперь мы совершенно родные. Почему? Вокруг Христа собрались. Дети. Он говорит, я как птица хотел вас собрать. Вот где святость. Деяние 8 глава 4 стих. Когда апостолы остались в Иерусалиме. Как Иоанн Златоуст говорит, самые сильные подвижники. Борцы остались там, где сильное гонение было. А остальные, рассеившиеся, ходили и благовествовали. Кто их благословил? Да кто благословил-то? Начали гнать, убивать, как костер разбрасывать. И загорелось во всех местах. Слово благословил, на проповедь такого нет. Это обман. Это враг только может говорить. Весь смысл христианства в благовестии. Нищие благовествуют. Это сатана просто насмехается над верующими людьми. На проповедь благовестия. Да какой же благовестия? Это обязан. В этом весь смысл христианина. Обойногим благовестием. А рассеившиеся. У них страх. У них отняли дом. Ничего нет. Они заботились об одном только. Как бы благовествовать? Не попрятались, чтобы никто не узнал. Не запретили нахребко не учить народ. А кого больше слушать? Один ответ. Деяние 8.38. Филипп благовествовал им об Иисусе и начал с всего места Писания. Раз Писание читал, какое бы место Писания ни было, ты с него начинай. Какой бы ни был случай, разговор идешь, ты прям только глянул облако. Начинай с облака. А вы знаете, что целое облако свидетелей в Писании будет, которое будут упрекать людей, что они Писание не знали. Дорога. Господь сам сказал, я путь и истина. Расчищайте дорогу. Ты видишь, вот идешь, ничего нету, обыкновенная трава. Вся слава человечеству, как трава засохнет. Все, разговор уже пошел. Ну что ты, перед глазами ничего не видишь. Говоря о свете, о мраке. Все благовествует, земля проповедует, и небеса славу Божию. Деяние 8.40. Филипп благовествовал всему городу. Как можно было одному и всему городу. Иоанн просто говорит, насколько худы мы, если нас так много, а город все еще неверующий. Павел и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя, вместе с другими, многими, Слово Господне. Значит, они двое и с другими, многими. А Аполлос проповедовал, благовествовал, даже о Христе толком не знал ничего. Вот нам образец. Он был не один, нет. У него было много последователей. Так что они говорили, я Кипин, а я Аполлосов. А он не апостол был. Он так и был благовестник. Деяние 16.40. После всего видения, которое было Павлу, мы положили отправиться в Македонию, учая, что призывает нас Господь благовествовать и там. Я жития святых начитывал, много раз проходилось, не нашел ни одного видения в житиях, где бы был вот такой призыв. Если видение, икону нашли, державную где-то раскопали, черную обновилась, прослезилась, замироточила, тут монастырь построить. Ну сравнись с тем, что Павлу говорил в видении. Ну нет ничего даже совершенно этого. Ни одного видения за 2000 лет. А там только сносные, сновидения, сновидения, все, одни сновидения и видения. И ни одного до 2000 лет. Ни одного ни в России, ни в Греции, ни в западной части империи греческой. Нигде. Что это означает? Господь вчера и во веки тот же, он один. А если бы было благовестие, и на благовестие такое видение, допустим, все бы вдруг утром встали, ты что видел? И все бы говорили, Господь сказал, приди и помоги нам в пустыню, там где Магомед потом начнет действовать. И все. Все подмечают, насколько эти люди склонны были к принятию благой вести. Упустили. Шесть столетий. Промолчали. Все. И похоже, что навсегда. Первое послание Петра 4,6. Для того и мертвым было благовествуемо. Вот с мертвым что нужно. Не резать их. Не крошить. Не отнимать от них ничего. И вдруг считаю, идут сейчас. Кофанозатворника начали резать, уже его мощи пошли. Я только одно говорю, да игрались. Ну можно было бы сказать, остановитесь люди на этом. Ну что есть этого достаточно. Вы пойдете в Знаменский собор и посмотрите, огромное стекло, витрина. Мелко-мелко все там и написано, чьи мощь. Я видел это в Жорданвильском монастыре. Это не то, что язычество. Даже у язычников не всегда такое есть. А почему бы не раскрыть Библию в одно место и в другом, как в музее. Вот здесь рядом у нас музей, и открытое Евангелие можно почитать. Даже в музее и то можно обратиться, там несколько страниц открытой Евангелия. И для того мертвым было благовествуемо. Вот что нужно мертвым. Благовествовать. В ад пойти ты не можешь, а мертвые на земле, вот им и благовествуй. Даже в аду и то надо было благовествовать. Пропоть не знает нигде предела. Первое послание Петра 3.11. Вот таково было благовествование 1 Иоанна. О том, что вы слышали от начала. Таково было благовествование. Что мы слышали от начала? Если евангельского благовествования не было, вернись снова к началу. В начале нашего обращения должно быть благовествование. Не привычка ходить в храм, ездить по монастырям. Благовествование. Послание к Римлянам 15.16. Священнодействие, благовествование. Это сегодня слово вообще никогда не произносится. Сегодня священнодействие только за стенкой в алтаре. А это благовествование. Вы хотите быть похожи на пастыря, на священников? Идите благовествуйте. Ведь это тоже священнодействие. Ясно и четко. Римлянам 15.20. Павел говорит, и при том я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово. Дабы не созидать на чужом основании. И об этом еще заботился. А сегодня на чужом основании ничего нельзя созидать. Куда бы ни пошел, с нуля начинается. Перед Павлом прошли проповедники. И люди как-то обратились. Конечно, проповедник проповеднику не равен. И когда Павел приходил, то надо было кое-что-то и выправлять. Как Аполлосов. Но он старался идти в такое место, где вообще никто еще о Христе не знает. Это нам пример. Не стоять ни перед чем. Какие препятствия? Да препятствий вообще никаких нет, когда с нами Христос. Римлянам 15.29. Чтобы прийти к вам с полным благословением благовестия Христова. Полное благовестие, думаю так, это день и ночь, как он говорит, проповедовал. Я ни о чем не упустил, что бы вам ни сказал. Поэтому щис открови вас всех. Павел показал это полное благословение благовестия. И вопрос так, а когда об этом заботились у нас в России, чтобы полное благословение благовестия? Какой епископ? Какой патриарх? Только власть кому? Епархия? Каноническая территория? Ни одного слова нет в этой Евангелии. Почему я утверждаю, что то, что сегодня люди исповедуют, называясь православием, не имеют обоснования на страницах священного писания? Я вот что говорю. Я не говорю, что здесь нельзя спастись. Но если найдете, то найдите. Где написано, что мертвые тела надо выкапывать и резать? Где написано, что людей сбуртовать надо и гнать их? Больше года они идут с Владивостока. Больше года. Заботиться. При морозе. Но как узнать, что Богу угодно? А вдруг в 40 градусов мороза увидели радуга и пишут в газете, какое еще нужно доказательство, что с нами Бог и Богу это угодно? Да радуга где угодно бывает и северное сияние. С нами Бог или не с нами, мы можем узнать во внутреннем свидетельстве от священного писания. Все. Ничего больше нет. То есть свидетельство Божие и моя совесть. И надо, чтобы оно все сошлось. Об этом мы считаем, начиная с первого послания к Коринфянам. Апостол Павел слово «благовествование» упоминает 58 раз. А только один апостол Павел, и только в том, что сохранилось, потому что много посланий не сохранилось, и говорит, что что до меня, я готов благовествовать. Вывод отсюда, прямо не выходя, попросите у Бога милости, Господи, положи мне на сердце, я готов или нет, чтобы ни под какими отговорками ни на что не ссылаться. Вы много слышите, как люди жалуются на здоровье, то давление у них, то нога. Ты скажи, завтра будет хуже, потому что в старости же дело отойдет. А вот сегодня самое то, что надо. Я сегодня буду благовествовать. Сегодня пойду кому, как, по телефону, пару слов, но обязательно надо порадовать человека и сказать о Христе. Итак, готов я или не готов? Господи, положи мне на сердце. Потому что телефоны есть, мобильники есть. И два слова следующее скажи о Христе. И всегда говорите не спаси Бог и не спаси Бог, а спаси Христос. Потому что слово Христос, оно, Христос, самое сладостное во всем мире. Да будет оно с нами и доведет до Христа в небесах. Аминь. Аминь.